Здоровенные 8-метровые деревья вырывает прямо с корнем. Настоящий апокалипсис в Одессе объединяет городские службы, предпринимателей и простых одесситов. Вот этот 60-летний тополь упал на улице Космонавтов 31 прямо возле магазина. Он мог свалиться кому-то на голову. По состоянию на 2 часа дня уже упало более 150 деревьев и были зафиксированы первые жертвы. Родились в рубашках. Это могут о себе сказать одесситы, которые стали невольными очевидцами сотен падающих деревьев. Юрий Николаевич, например, с утра видел, как гигантский топ полетит на его офис, сносит кусок крыши и газовую трубу. Случайно не упало на это строение. Если бы упало на это строение, то я думаю, что были бы жертвы. Где вы находились? Здесь внутри вывесе находился. То есть оно падало сюда, на офис, и второе дерево, которое помешало ему упасть на офис, амортизировало, ушло в сторону. Там еще второе дерево есть. По словам жителей Черемушек, они давно жаловались на сухостои, которые нависают над их балконами. Наши деревья очень давно посажены. Гнилые внутри. Смотрите, вот это дерево, вот оно упадет вот сюда на балконы, разобьет окна все людям. А живут тут все пенсионеры. Понимаете? Вы обращались к городским... Боится наш председатель, наш ЖСК «Моряк». Очень хороший председатель. Она боится, потому что ее съедят за то, что пилят живые деревья. Они же зеленые стоят, понимаете? А внутри тут лоз, смотрите. Видите, что творится? И это дерево то же самое. Понимаете? Посмотрите, завалят все балконы. Есть и автомобили, которые стояли припаркованные, на которые упали. Есть и на дома, на крыши, на заборы попадало, на гаражи попадало. В принципе, есть. В результате древопада на помощь коммунальщикам пришли волонтеры, частные предприниматели. Они предоставили необходимую технику и рабочую силу для ликвидации последствий стихии. Есть список всем, да. Просто мы помогаем городу. Сейчас приедет бригада, будем распиливать. Мы зеленитресту помогаем. Вы не видели здесь... У нас есть автовышка. Компания Буцерис, имеем автовышку и пильщиков. И присоединились к этой ликвидации. Очень много деревьев упало на проезжую часть, на машины, оборвало электропровода. Из-за этого на время было приостановлено движение электротранспорта. Например, этот сухостой прямо с корнем вырвало. Он перегородил почти половину дороги. Но самое страшное, что вот эти провода, они продолжают висеть, и люди ходят прямо под ними. Это очень опасно. Под этими проводами не страшно ходить? Вы только что так шли, так наклонились. Ну, а что делать? Что вы сейчас скажете о сегодняшней погоде, о деревьях? Ну, погода, конечно, неприятная. Но учиться на учебу надо ходить на пары. Не знаю, почему не отменяют, конечно, потому что, смотрю, прилетает арматура с неба. То есть такое... Арматура это где? Ну да, это антенна прилетала вот возле универа аграрного, в машину прилетела. Ничего себе, крышу там не порвало. Давайте поможем женщине пройти. Вы, главное, не трогайте провода, пожалуйста, переступайте через них. Потому что это опасно, они могут быть с током. Не изолируешь. А, изолирует, то есть вы отключили? Вот, вот. Отключено уже? Это трос специально, чтобы он держал. В результате падения деревьев на линии электропередач почти на целый день было приостановлено движение как минимум 7 трамвайных маршрутов и двух троллейбусных. Пострадали десятки автомобилей. Например, на Морозлиевской арматура пробила лобовое стекло машины. К счастью, водителя не было в салоне. На еврейской же дерево рухнуло на капот Ауди и зацепило соседние машины. Ну, а здесь, на улице Филатова, 51, полный трэш. Можь здоровенная, 20-метровая акация вырвалась с корнем, накренилась и упала прямо на жилой дом. В веткове она поразбивала окна людям. Слава богу, в этот момент в квартире никого не было. О том, что акация опасна, местные жители трубили давно. Писали множество писем в разные службы. Но даже после падения дерева на дом пришлось несколько часов ждать приезда коммунальщиков. Я начала срочно звонить во все коммунальные службы. И в ЖЭК, и в СОБЕС, и в райадминистрацию. И в пожарную службу, и через интернет понаходила. Никто не берет трубку, ни один человек. Я просила, чтобы ветки обрезали. Но вот результат зелентреста. Два-три раза я обращалась и с домом, и по этажу с соседями, и от себя писала. На Преображенское из-за сильного ураганного ветра с памятника архитектуры дома Либмана на машины рухнули строительные леса. Очевидцам удалось зафиксировать момент падения на видеорегистратор. Не обошлось и без фейков. В сети появилась информация, что на крышу 53-го лицея упало большое дерево. Также сообщили о том, что удар большой силы прогнул потолок верхнего этажа. Но, как сообщила директор школы, сквозняком выбило окна и обвалилась часть потолка в одном из классов на четвертом этаже. Детей даже не пришлось эвакуировать. На Большой Ирнаутской ветер оборвал фрагмент балкона, а порывы ветра срывали крыши зданий. В частности, лист шифера снесло с закрытой после пожара гостиницы «Токио Стар» на водопроводной. В Савиньоне на Киевской трассе были повалены билборды. По состоянию на 5 часов вечера упали уже более 400 деревьев. По поводу причин такого количества чрезвычайных ситуаций, в городском департаменте хозяйства заявили, что причина – в сильном штормовом ветре до 35 метров в секунду. «Ветер действительно сильный. Сегодня шторм. Если вы видели эти видео и фотографии, что делалось на Дамбинах, на Хаджибейской и так далее, то действительно шторм. Поэтому говорить о том, что деревья упали из-за того, что они гнилые, я вам сейчас не готов. Будем опять-таки заниматься, будем расследовать, будем смотреть. И в дальнейшем, чтобы такие ситуации не повторялись, и чтобы у всех была на этот счет полная информация, я уже говорил, что мы создаем сейчас интерактивную карту, это отходя от темы «Зеленых насаждений», которая уже, я думаю, в марте месяца заработает». Дмитрий Богомолов, Светлана Довжук, Константин Гречан, Юлия Пального, Алексей Прокопенко и вся команда «Телеканал Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова